Окружная столица с размахом отметила День народного единства. На центральной площади с плакатами, триколорами и в национальных костюмах собралось более трех тысяч ханты-мантейцев. Все они приняли участие в митинге и встали в хоровод дружбы, символ единения и солидарности. За развитием события следила наша съемочная группа. Подробности темы смотрите далее. Россия любимая, наша страна! Россия объединяет. По таким лозунгам прошел торжественный митинг на центральной площади. В мероприятии приняли участие первые лица муниципалитета – губернатор Югры Наталья Комарова и глава ханты-мантейска Максим Ряшин, представители предприятий и горожане. На праздник собрались люди разных народов в традиционных костюмах, чем подчеркнули многонациональный колорит нашего округа. Все мы люди разных национальностей и вероисповеданий. Сыны и дочери нашей державы, единая цена, монолит великой России. Так было, так есть и так будет. День народного единства в нашей стране отмечается уже более 400 лет подряд, но до сих пор не теряет своей актуальности. Я думаю, что очень важен. Это все-таки день единства, день соединения, день, который посвящается, я так думаю, миру. Он не только для города важен, он важен и для всей страны, так как это объединяет наш народ. Все внешние воздействия, санкции, все прочее. Если мы не объединимся, если мы не выдержим сейчас этого, мы просто исчезнем. Нас разомнут, разотрут, порвут на кусочки и до свидания, вся Россия. А если будем едины, победим. Даже в сказках, детские сказки есть еще, там, как говорится, по веточке можно сломать весь веник. А весь веник одновременно сломать невозможно. Так и здесь. Изюминкой праздника стал хоровод дружбы, символизирующий единство народов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После мероприятий на свежем воздухе согреться и отдохнуть, горожан пригласили воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера. Концерт «Единство во милосердии» проводится в рамках проекта «Русский язык. Ключ к братству». Это первый благотворительный концерт. Мы хотели путем милосердия показать любовь к родным и к родине. В рамках проекта был проведен аукцион лучших студенческих работ, а также организован сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их в нашем городе проживает около 140. Ребятишки, которые представили работы, с удовольствием эти работы подарили. И самое интересное, что когда мы эти работы предоставляем на продажу, мы же свою частичку отдаем. И вот они как-то это сопереживают, понимают, и они с удовольствием отдают. Потому что художник всегда изначально – это товарищ, который рассказывает самое сокровенное свое. И рассказывая свое сокровенное, он всегда надеется, что его услышат и поймут. Ольга Истомина, Виктор Зелинский, телевидение Ханты-Мансиско.